Народная славянская радио 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 И аллергическая реакция – это как раз следствие того, что они начинают очень активно действовать в момент попадания тел и так далее. И организм очень слабый, и начинают сразу страдания, болезни. А сопли, фрунклы всякие, покраснения – это, как он правильно сказал, следствие того, что внутри вас происходит. Поэтому просто-напросто очищайтесь. И причем самое интересное, что от своих близких людей вы тоже получаете эти же проблемы. То есть бывают такие случаи, когда, например, жена болеет аллергией, но мужчина аллергией не болеет. Но через какое-то время, смотрим, в этой семье оба начинают болеть, и она, и он. То есть через половые структуры, через какие-то еще, через рот, нос, поцелуи, общие предметы бытовые переносятся вот эти заболевания и на другого человека тоже. Так что это тоже вы все учитываете. Да, я единственное хотел добавить к тому, что ты сказал. Все было сказано верно, правильно. Но реакция организма в целом не на жизнедеятельность этих паразитов внутри нас, а на то, когда они начинают гибнуть. Эти паразиты, грибки, вирусы начинают дохнуть под действием пыльцы полыни, под действием пыльцы других растений. И их гибнет такое достаточно большое количество, этих микроорганизмов. И организм не справляется с выводом их через мочеполовую систему, через кал, их такое большое количество дохнет. И тогда организм начинает пытаться выводить их через кожу. Поэтому появляется изъязвление кожных покровов, покраснение и так далее. Чтобы мы понимали, что не просто они активизируются в момент того, когда полынь цветет, допустим, один из факторов, а они именно дохнуть начинают в организме, гибнуть. При дыхании, при попадании в организм пыльцы полыни, пыльца полыни в данном случае выступает как противовирусное средство и вызывает вот такую реакцию в организме. То есть, есть такое распространенное мнение, вот тополь зацвел, да, все, нужно убегать из города. А что такое тополь, которым мы дышим? Да, тополь прекрасно действует против золотистого стафилокока. И когда, вернее, если у человека есть внутри инфекции золотистого стафилокока, то, соответственно, при цветении тополя он начинает чувствовать себя некомфортно. Опять же, очень часто это выражается там течением слизи, износа, кашлем, слезоточивостью там и так далее, чем-то еще, недомоганием. Так это как раз и есть реакция на то, что вещества тополя, попадая в организм, вызывают гибель золотистого стафилокока, который в организме присутствует, или стриптокока. И вот эти проявления в виде слизи, сочащейся из носа, там, кашля. А что такое слизь? Слизь, это, вернее, появившаяся в носу, это желудок, что-то наш пытается из себя исторгнуть, потому что внутренние поверхности носа, это, скажем так, проекционные зоны желудка. И желудок слизь выгоняет из себя через нос. Кишечник слизь выгоняет из себя через легкие. А почему именно желудок выгоняет? Потому что в желудок подходят открытые лимфатические каналы. И все вот эти погибшие вирусы, они первоначально попадают в лимфу. Лимфа выводит их в желудок, и желудок их начинает уже выводить через слизь носом. И если это в кишечник было выведено, то через легкие. У нас там получается кашель такой со слизью, с мокротой. То есть очень важно понимать этот момент, что когда во время цветения каких-то растений мы получаем аллергическую реакцию, то не следует бежать от этого. Просто возможно необходимый организм помочь очиститься, делать какие-то очистительные процедуры. Может быть соду внутривенно, может быть промывание кишечника, пить побольше теплой воды и так далее. И в этом случае это цветение будет для нас благоприятным. И мы постепенно, постепенно, если даже не будем предпринимать никаких специальных действий, то год за годом мы от этой гадости очистимся. Здорово, здорово все сказал. Здорово все сказал. Мне очень понравилось это дополнение. Алексей, ты меня слышишь? Да, у нас опять немножко связь с барахлит, поэтому с замедлениями ты меня слышишь. Так вот, все это здорово, что ты сказал все правильно. И как раз это мне крутилось в голове, что именно так оно и есть. И здесь, кстати, Владимир уже отреагировал. Он в шутку написал, берегите своих паразитов, и не будет у вас аллергии. Шутка. Хорошо. Давай дальше. Следующий вопрос зачитываем, и будем разбирать тему дальше. Обрыв связи. Итак, второй вопрос только начали разбирать, связь превралась. Давай прям сразу с него и начнем. Давай, значит, вопрос был о коксартрозе тазобедренного сустава. Значит, ситуация по коксартрозу с точки зрения знания о животе, русской медицине, народной ситуации обстоит следующим образом. Это, значит, зависит от кровоснабжения области таза. И чем лучше кровоснабжение области таза, чем лучше кровоснабжение таза, тем лучше состояние тазовых костей. А в свою очередь кровоснабжение области таза зависит от состояния подвздошных артерий. И от состояния Обратных вен То есть приток в области таза Крови и отток крови Кровоснабжение нормальное Оно состоит из оттока и притока Нужно следить и нормализовать Не только приток крови, но и отток Далее Выше поднимаемся Там состояние имеет значение полой вены И брюшной части аорты Состояние полой вены Зависит от состояния печени От портальной области печени Куда входит полая вена в область порта Если там есть какие-то структурные изменения печени Если там есть напряжение Спазмы То возвращение оттока крови в печень Будет затруднено А вся наша венозная кровь в организме Собирается и в обратный путь Отправляется через печень Через портальную область Но гораздо более чаще Проблема коксартроза Проблема нарушенного кровоснабжения области таза Вкроется в состоянии брюшной части аорты Что там происходит Аорта склерозируется То есть стенка ее уплотняется Вследствие этого могут проявляться микротрещинки В ней Поскольку она уплотняется И для того чтобы И через эти микротрещинки происходит отток плазмы крови Так вот организм Чтобы прекратить вот этот snap плазмы крови, он холестерином затыкает эти микротрещинки. Соответственно, когда организм затыкает холестерином микротрещинки, то просвет сосудов уменьшается. И, соответственно, в единицу времени мы получаем меньший объём крови в нижнюю половину туловища и в таз в том числе. Уже мы затруднили кровоснабжение, уже ухудшили там состояние. А почему происходит уплотнение самой этой брюшной части аорта? Вследствие напряжённого плотного желудка. Напряжённый плотный желудок поддавливает её, и она начинает склерозироваться, уплотняться. А вследствие чего мы получаем такой плотный желудок? Прежде всего, вследствие нервного напряжения, вследствие стресса. Второй момент – это неправильное питание. И отсюда мы можем заключить, что основополагающими ситуациями здесь является для того, чтобы избежать кокосатроста забедренного сустава, это поддерживать желудок в нормальном состоянии, поддерживать брюшную аорту в эластичном в мягком состоянии. Ну и, соответственно, воздушные артерии. И, конечно же, состояние полой вены. То есть, обязателен нормальный кровоток в области таза. Как нам самостоятельно определить, какой у нас кровоток? Хороший или неплохой? Вернее, не то, что кровоток. Понятно, кровоток мы... Но, хотя да, давайте вот скажем о том, как проверить, хороший ли у нас кровоток в области таза. Для этого можно использовать банки вакуумные, либо пластиковые с насосом, либо стеклянные, их устанавливать при помощи огня. Мы ставим банки на область низа живота, на область таза, на область боковую, верхнюю часть бедра. То есть, проверяем. Если на месте постановки банок у нас появляются синяки, прям такие синюшные кровоподтеки, ну, в принципе, даже если небольшие синяки, это все равно будет говорить о том, что кровоснабжение области таза нарушено. И, соответственно, нарушено и питание костей таза. И это является причиной того, что будут появляться различные костные нарушения с костями таза. Далее, как нам... Вот, к примеру, мы поняли, что у нас появляются синяки, поставили банки, синяки появились, соответственно, кровоснабжение таза нарушено. Как дальше искать причину? Мы берем свой пупок и слегка надавливаем справа и слева от пупка. Если в этом месте мы чувствуем, опять же, болезненность, то это будет говорить нам о том, по всей вероятности, что у нас напряжена, то есть уплотнена брюшная орта либо полая вена. Брюшная орта у нас будет слева от пупка на расстоянии пальчика примерно, а полая вена на таком же расстоянии справа. Если мы чувствуем справа слева болезненность, значит, мы имеем уплотнившийся сосуд. Затем третья причина, скажем, вернее, третий этап исследования, мы смотрим нашу область солнечного сплетения. Надавливаем примерно на 2-3 пальца выше пупка. И если у нас при этом надавливании отзывается болезненностью, значит, у нас есть некоторые проблемы с желудком, то есть, он в какой-то мере уплотнен. И получается у нас налицо вся эта картина. То есть, у нас плотный больной желудок, у нас уплотненные сосуды и нарушенное вследствие этого всего кровоснабжение области таза. Что с этим делать? Мы ставим банки, тем самым восстанавливаем периферическое капиллярное кровоснабжение и, с моей точки зрения, очень эффективно ставить пчелки. Делаем пчелоужаливание. При этом мы ставим банки не только на область таза, но и на эпигастральную область. Но вот что касается ставить банки на область пупа, там нужно, прежде всего, достаточно хорошо понять, нет ли у вас там состояние окклюзии, брюшной части аорты. Окклюзия – это такая неприятная штука, когда сосуд становится достаточно рыхлым и ставить банки в этом состоянии нельзя. Поэтому очень аккуратно нужно его пропальпировать. Если мы нащупываем там достаточно такую большую шишку на месте этого сосуда, то банки туда, большие банки в любом случае не ставим, маленькими каким-то можно. Маленькие, то есть, диаметр 3-5 сантиметров в это место. Еще есть показатель, который может нам подсказать, есть ли у нас состояние окклюзии в брюшной части аорта. Это на верхнем веке, если при закрытых глазах нужно попросить другого человека, чтобы он посмотрел, может быть такая сосудистая полосочка прямо над ресницами верхнего века. Если эта сосудистая полосочка есть, то, скорее всего, мы близки или уже имеем состояние окклюзии в брюшной части. Ну и подводя итог, что делать, можно посоветовать этому мужчине со своим коксартрозом. Ставить пчел, в любом случае можно, но начинать нужно с малого. И ставить банки. Так же хорошо было бы применить массаж или самомассаж живота. Вот при помощи таких способов можно решить вопрос. Ну, если целесообразно сюда будет добавить еще какие-то травки для разжижения крови. Допустим, донник желтый прекрасно разжижает кровь. Можно также начать употреблять соду, потому что сода не то, что она разжижает кровь, она препятствует агрегации форменных элементов крови, то есть не дает крови слепаться. И, соответственно, кровь становится более жидкой. Вот все эти действия будут полезны и целесообразны в этом случае. Хорошо. Алексей, как ты меня слышишь? Тебя слышу прекрасно. Давай дальше следующий вопрос разбирать. Михаил задает про воздействие препаратов на почке. Здравия всем добрым людям. Вопрос в эфир. Волнует вопрос. Как помочь знакомому справиться с ненужными последствиями на почке при употреблении препаратов, прописанных врачом для лечения сердца? Далее. Что посоветовать для восстановления нормального состояния сердца и почек из народной практики? Очень интересно. Благодарю. Значит, как помочь знакомому справиться с ненужными последствиями на почке при употреблении препаратов, прописанных врачом для лечения сердца? Тут нужно прежде всего разобраться, почему, вернее, какая взаимосвязь почек на больное сердце? То есть чем так почки могут воздействовать на сердце? А на самом деле это так. Сердце очень часто болит по причине дисфункции почек. Значит, работой сердца управляет каротидный синусовый узел нервный, который находится примерно под левой ключицей в месте, где там соединяется ключично-сосцевидная мышца, то есть это передняя мышца шеи. Вот если мы в этом месте чуть-чуть углубимся под ключицу, то можем почувствовать болевое ощущение и вызванное вот как раз напряжением в этой области. И также почки управляют тонусом мышц шеи. И если почки напряжены, спазмированы, то мышцы шеи... Обрыв связи. Продолжаем разговор. Давай сразу начнем с того вопроса, на котором у нас все прервалось. Давай. В общем, вопрос касаемо почек и того влияния, какое могли отразить на почке препараты от сердца. Для сердца, вернее. Хотя на самом деле, скорее всего, от сердца. Но что в этом случае можно сделать? Нужно снять напряжение с почек физически. То есть, это массаж живота в области почек необходимо провести. Снять физическое напряжение раз. Ну и провести какие-то очищающие почки процедуры. Во-первых, установить состояние самих почек. Потому что дисфункциональное состояние почек может быть различным. И вот так наобум делать все подряд, лишь бы остановить почки сложно. Не нужно. Поэтому в данном случае все-таки я бы советовал как-то обратиться к человеку, который может отладить живот, может отладить почки. Посмотреть, насколько они напряжены, стоят ли они на своем месте, насколько они функционируют. Ну и можно что добавить? Что работа сердца отчасти управляет левая почка. Каким образом? В области примерно под левой ключицей, в том месте, где ключица пересекается с передней ключично-сосцевидной мышцей, чуть-чуть под ключицей находится каротидный звездочный силуисовый узел, нервный узел, который управляет работой сердца. И если почки напряжены, либо каким-то образом смещены, то область шеи, мышцы шеи, они реагируют на степень напряженности почки. И чем более почка напряжена, тем больше напряжения будет в мышце шеи с одноименной стороны, в данном случае с левой. И чем больше будет напряжения в мышцах шеи, тем отчасти сильнее будет придавлен этот нервный узел, который управляет работой сердца. И тем хуже будет работать наше сердце. И здесь получается замкнутый круг. Когда мы лечим сердце препаратами, скажем так, для лечения сердца, являющимся химическими, мы этой химией садим почки. Почки сильнее напрягаются и еще сильнее передавливают этот узел нервный, который управляет работой сердца. И сердце начинает хуже работать. Мы еще больше пьем этих препаратов. И вот такая вот ситуация. Поэтому необходимо привести почки в порядок, их расслабить, поставить на место, провести их очищение. Расслабить шею, расслабить мышцы шеи, снять гипертонус, снять напряжение с мышц шеи. Убрать все эти триггерные зоны на шее, которые могут быть. И тогда уже состояние нормализуется. А вообще я хочу сказать, что вся кардиология в животе. Вот, в принципе, любые сердечные заболевания, нормализовав ситуацию в животе, сняв напряжение с живота органов брюшной полости, мы восстанавливаем полностью работу сердца. Любые проблемы с сердцем, которые возникают, они возникают вследствие дисфункциональных состояний живота. Практически любые. Поэтому занимайтесь прежде всего животом, и сердце будет у вас здоровое, и, скажем так, будет радовать у вас своей работой. Переходим к следующему вопросу. Так, следующий вопрос. Отправитель Валерий. Тема вопроса очистка. Делимся опытом. По рецепту приема чеснока на ночь по зубчику проглатывания в течение 30 дней. Рекомендовалось при проглатывании запивать томатным, сливовым соками или кислым молоком. Какое-то время мы с женой так и делали. Но раз мы проразевали по полной запасы, пришлось запивать водой. Нам это даже больше понравилось, и мы перешли на запивание водой. Так проще и легче идет. Рекомендую попробовать. Ну, благодарю вас за рекомендации. Опробую на себе. Хотя я когда-то делал рецепт Чингисхана. Там по рецепту нужно запивать кефиром. Я его запивал, запивал. Рецепт Чингисхана, напомню, это стакан чеснока нужно проглотить. И вот я часть запивал, запивал кефиром. Потом мне этот кефир надоел. И я действительно стал запивать водой чеснок. И прекрасно пошел. Так что я подтверждаю, что все, что тут написано верно, могу рекомендовать и от себя. Дальше. Отправитель Валерий. Тема кровь человеческая. Вопрос. Здравия. Вопрос о крови. Группы, резосы и как они между собой соотносятся. А также, что можно узнать о так называемой голубой крови. Где-то я читал о химпрепаратах, которые при воздействии на кровь выявляют голубая или нет. То есть, человеческая или не совсем, благодарствуем. Но для того, чтобы в полной мере ответить на вопрос, необходимо посвятить целую передачу этому. И чтобы квалифицированно, компетентно ответить на этот вопрос по всем статьям, необходимо быть, я считаю, как минимум гемологом. Ну или заниматься этими вопросами. Что я могу сказать от себя? Да, я хочу сказать, что на самом деле цвет крови зависит от того, вернее, почему кровь красная. Потому что железо окисляется. Происходит окисление железа. И этот процесс нам необходим для переноса кислорода по нашему организму. Есть версия, что существуют человекоподобные существа, кровь которых является синего цвета. Это происходит вследствие другого химического состава. Потому что у них там железо не окисляется. Происходят иные процессы. Так вот, у таких организмов, якобы, нет возможности переносить кислород по крови. И для этого им необходимо употреблять, якобы, на человеческую красную кровь, для того, чтобы кислород начал двигаться по организму. Каких-либо препаратов. Версия о том, что есть тестерные препараты, позволяющие определить, какая у человека голубая или красная кровь. Есть какие-то наработки по этому поводу, но... Обрыв связи. Связь восстановлена. Продолжаем разговор. Тебе микрофон предоставляю, пожалуйста. Благодарю. Что касается далее, вопроса о крови, то здесь есть несколько интересных нюансов, что кровь, допустим, от белого человека можно переливать к кому угодно. Можно переливать людям с кожей цветом рака, можно переливать Римом. В принципе, всем. А вот кровь, допустим, от азиатских, от азиатов, кровь от африканцев, к нам переливать нельзя. Поэтому над этим можно подумать, почему и как так происходит. Почему кровь белого человека подходит всем, почему кровь азиатов подходит только азиатам, почему кровь африканцев подходит только африканцам. Здесь есть над чем подумать. Также, что касается вопроса о человеческой крови, определить, человеческая или нечеловеческая, есть такой достаточно интересный вопрос, подумать о том, куда идет донорская кровь есть исследования своеобразные правда моно исследование один ученый делал он посчитал сколько примерно крови собирается по всему миру или в данном конкретно в россии и сколько крови переливается больным так вот если что касается данных сколько крови собирается всего то они есть примерно их можно посчитать о том какое количество крови расходуется этих данных вообще нет и есть такое предположение в этой версии что вот как раз таки эта кровь идет на питание тем особям которые имеют в себе голубую кровь в своих венах вот так же интересен вопрос куда девается младенческая кровь вместе с плацентой существуют инструкции в роддомах которые надлежат перевязывать пуповину младенца сразу после родов для того чтобы в плаценте осталось минимум половина крови ребенка и также клетки иммунитета поэтому здесь поводов для размышления много каких-то конкретных данных вот выдавать это за истину я не могу потому что у меня нет подтверждений но я иногда задумываюсь над этими вопросами все они находятся на данный момент на стадии версии кстати можно было бы об этом в эфире поговорить поразмыслить поразмышлять возможно кто-то из наших радиослушателей обладает более полной информацией по этому вопросу может что-то нам подсказать так что буду рад надеюсь взаимно ну на этом вопросы полученные ранее закончились и мы можем переходить к основной теме нашего эфира основная тема нашего эфира напомню была это здоровье почек да и все как ты меня слышишь я я тебя слышу давай вот что сейчас я просто напомню что вопросы которые зачитывал арират отвечал на которые это были вопросы которые поступили это которые поступили у нас из обратной связи поэтому если у вас есть желание вопросы также позадавать вы можете через форму авторов очередь страницу авторов или через форму обратной связи вопросы позадавать а сейчас пожалуйста уже переходим поскольку связь плохая и запозданием то это шпарь по полной программе если чего это будете просто писать в чате ты уже смотри что там у нас происходит ну добро договорились тогда переходим к почкам что такое почки вообще в нашем организме почки являются частью выделительной системы нашего организма почки являются частью мочеполовой системы нашего организма как часть выделительной системы нашего организма почки несут на себя очень важную функцию а именно по выводу из организма отработанных продуктов, обмена веществ, метаболизма, отработанных веществ, жизнедеятельности клеток нашего организма. И если по каким-то причинам наши почки в полной мере не справляются с этой своей обязанностью, то есть становятся дисфункциональными, то в нашем организме начинают накапливаться эти продукты жизнедеятельности, которые необходимо было бы вовремя вывести, и накопление их через меры приводит к токсикации нашего организма. Чем больше развивается и токсикация нашего организма, тем больше более кислотную среду принимает наш организм, чем более кислотную среду наш организм принимает в своих жидкостных средах, тем больше, вернее, тем менее он способен поддерживать процессы жизнедеятельности на уровне здоровых, и тем более он подвержен различным влияниям со стороны патогенных воздействий, вирусов, бактерий и так далее и тому подобного. Очень важно поддерживать здоровье почек на должном уровне. Далее, почки как часть мочи половой системы несут очень важную функцию. Здесь и влияют на репродуктивную способность, как мужчин, так и женщин, влияют на функцию выделения мочи и значение почек переносить нельзя. В восточной медицине почкам придается значение как центра энергии нашего организма, то есть от почек зависит сила и энергии человека. То есть насколько человек полон энергией, насколько он жизнеспособен. В восточной медицине считается, что это зависит от почек и так, по какой причине мы можем иметь, скажем так, дисфункциональные почки. Я не говорю о том состоянии, когда почки уже больные, это уже патология. Я говорю о дисфункциональном состоянии, когда почки только начинают терять свои способности. И так, по каким причинам мы можем их такими иметь. Одна из причин это травматизация, когда в следствии травмы, в следствии какого-то падения, в следствии резкого вертикального перемещения нашего тела с последующим ограничением перемещения, то есть мы упали, либо упали на пятки, либо упали на копчик и произошла такая ударная волна сверху вниз по нашему телу. Это способствует движению почек с их ложа. В следствии издвижения почек с занимаемой ими ложа происходит нарушение уже динамики движения мочи, происходит изменение положения сосуда, кровоснабжающего почку. В этом случае, если сосуд натягивается, то исчезает перистальтика сосуда, то есть кровоснабжение по этому сосуду уже ухудшается и как следствие ухудшается кровоснабжение самой почки. И когда мы имеем почку с затрудненным кровоснабжением, то есть уже соответственно и среда ее меняется и функциональность ее уменьшается. Далее, как мы можем еще получить дисфункцию? Мы можем резко похудеть, к примеру, килограмм на 7, 10, 12 и так далее в течение достаточно короткого промежутка времени. Что в данном случае получается? Мы теряем в данном случае объем жировой капсулы в почке, а ведь почка держится в своем ложе за счет наличия жировой капсулы. Если мы резко худеем, соответственно объем этого висцерального почечного жира уменьшается и почке просто, уже образно говоря, нечем держаться в своем ложе, она опускается. И дальше происходит такая же ситуация, как и в случае номер один. То есть изменяется ее положение, изменяется динамика мочи, изменяется натяжение, положение сосудов и так далее. Далее, у нас может быть какое-то отравление организма, то есть попадание единовременно в организм большого количества отравляющих веществ. Такое бывает, ну, либо вследствие отравления, какого-либо, либо вследствие передозировки каких-либо лекарств. Ну, отравление я имею в виду, вот именно отравляющими веществами, какими-то ядами, там чем-то еще. Либо же бывает фармакологическая интоксикация, когда человека в процессе лечения его сажают, образно говоря, на большое количество лекарств, и он пьет, 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 и в конце концов организм получает огромное количество лекарств, то есть огромное количество токсинов в виде телекарств, и почки не справляются. В этом случае тоже происходит дисфункция почек, почка напрягается, и уже, соответственно, вследствие напряжения она не может пульсировать так, как должна, а почка у нас пульсирует, это пульсирующий орган, вот, и вследствие ограничения пульсации уже изменяется, ухудшается и кровоснабжение, и ее функции. Дальше, что может быть еще причиной? Ну, продолжая тему интоксикации организма и вследствие нарушения почечной деятельности, то здесь может быть и переедание, если человек употребляет в пище виды больше, чем его организм может усвоить. Здесь может быть такая причина, как и наличие паразитарной инфекции в виде гельминта, то есть большое количество червей в организмах, они тоже в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают большое количество токсинов, эти токсины наша система введения пытается убрать из себя, но бывает так, что не справляются. Большое количество каких-то вирусов точно так же может действовать, вырабатывая определенное количество токсинов. И все вот эти ситуации, вызывающие дисфункции почек, для нашего организма являются крайне нежелательными. Какие основные признаки дисфункционального состояния почек мы можем себе обнаружить, если мы, допустим, не являемся врачами, если мы по каким-то причинам не можем обратиться к квалифицированному специалисту за помощью. Но прежде всего, посмотрев в зеркало, мы можем обнаружить у себя синяки под глазами, так называемые. То есть параорбитальная область глаза снизу под нижним веком, там появляются такие, как затемнение кожи. Затемнение кожи, такие синюшные следы. Вот такие вот следы говорят об интоксикации почек. Если, к примеру, в области, опять же, глаза у нас появляется какая-то попеломка, это тоже говорит о том, что возможно у нас есть грибы в почках, возможно, там палит какой-то. Если у нас появляется, допустим, какой-то прищик, тот же самый, как говорят, ячмень на глазу, это опять же определенные процессы в почках. Если у нас возникают какие-то проблемы со слезоотделением, повышенная слезоточивость глаза, если у нас происходят какие-то проблемы с выпадением в ресницы из-за того, что там поселился клещ Демодекс, все это говорит о том, что у нас есть какая-то ситуация по почкам. Далее, следующий орган нашего организма, который напрямую связан с почками, это уши. Если у нас появляется любое заболевание, связанное с ушами, внешнее ухо, внутреннее ухо, неважно, что у нас болит, там даже повышенного серообразования, если имеется, это все говорит о дисфункциональном состоянии почек. И зачастую всегда, сколько ни лечи уши, но пока почки не придут в норму, то уши здоровыми не станут. Далее, естественно, болезненность при мочеиспускании говорит о том, что у нас есть какая-то ситуация по почкам. Причем, болезненность при мочеиспускании может быть как и в самом канале, так и в мочеточниках, так и в области поясницы могут быть какие-то спазмы во время мочеиспускания. Это будет все говорить о том, что либо идут кристаллы какой-либо соли по мочеточникам в мочевой пузыре, дальше уже в мочеиспускательный канал, либо имеются в камне какие-то конкременты в почках. Но что касается конкрементов и образования конкрементов, нужно еще раз сказать такую деталь, что процесс образования камней в нашем организме идет не только в почках, но и в желчном пузыре одновременно. То есть, если где-то у нас камни образуются, то они образуются в почках и в желчном пузыре сразу. Чаще так бывает, что камень в желчном пузыре легче диагностируется и быстрее, потому что с желчным пузырем проблема начинается сразу. Так вот, если у вас начал образовываться камень в желчном пузыре, то имейте в виду, что параллельно с ним может идти образование конкрементов или кристаллов, то есть, или песка, как мы его в простонародье называем в почках. Бывают также вирусные инфекции мочеполовых путей, как это обычно происходит. К примеру, вследствие того, что моча из мочевого пузыря полностью не оттекает, она может полностью не оттекать из-за того, что сфинктер мочеиспускательного канала, то есть, вот, тот клапан, через который моча выпекает у нас снаружи, он до конца не открывается, до конца не открывается, и из мочевого пузыря моча выливается не полностью, а часть в нём остаётся. И вот эта моча, когда мы ложимся спать, она потом бывает, оттекает обратно в почки через мочеточники. При этом моча, вот эта вот вторичная, так называемая, она в мочевом пузыре может находиться в течение всего дня, и если такое явление уже длится систематически долго, то там обычно поселяются какие-то болезнетворные бактерии, и при проходе вот этой вторичной мочи обратно в почки, то тут же инфицируются и почки этих бактерий, и получается какой-то такой вот вирусное инфицирование почек. Поэтому повредить почки способов достаточно много, но лечить их не такое большое. Нет, конечно, трав для лечения почек обширное количество, но основная, скажем так, тропа, по которой нужно идти к здоровым почкам, она, собственно говоря, не то, что единична, но, скажем так, в районе трёх. Почему говорю в районе трёх? Потому что существует три основные дисфункции почек. Эти три основные дисфункции почек можно обозначить как образование уратных, оксалатных или фосфатных конкрементов или кристаллов в почках. Каждый из этих конкрементов, он соответствует определённой среде дисфункциональной, которая образуется в почках. Ураты, то есть кристаллы мочевой кислоты, образуются в кислой их среде, когда идёт закисление почек. Оксалаты, то есть кристаллы щавелевой кислоты, образуются в почках в нейтрально-кислой среде. И фосфаты, это кальциевые соли, фосфорные кислоты тоже в виде кристаллов, образуются в более щелочной среде. Так вот, в принципе, все эти три направления являются как бы тремя основными типами, приводящими к дисфункции почек. Ураты, образование уратных камней, это, скажем так, мясоеды, да, люди, употребляющие в пище очень много мяса. Люди, которые, можно сказать, там, три раза в день. И вследствие этого происходит образование кристаллово-мочевой кислоты. Это заболевание ещё известно у нас как подагра. В данном случае для того, чтобы каким-то образом избавиться от этого, прежде всего, нужно сократить приём мяса. Нужно исключить молочное из своего рациона. Лучше даже и кисломолочное, если на этот период, если это возможно. И тогда уже в совокупности с траволечением, а какие травы можно использовать для того, чтобы выводить камни из почек. В принципе, травы универсальные, которые я сейчас назову, они выводят любые камни из почек. Ну, это, прежде всего, золотарник канадский. Это такая трава, как корень шиповника, не плоды, а именно корень шиповника. Он выводит все типы конкремента. Это такие травы, как корень барбариса. Это такая трава, как листья берёзы. Причём не почки, а именно листья берёзы. Молодые листья берёзы очень полезны для почек. Ну, и на следующем месте уже, конечно, почки берёт. Ну, и так далее, и другие травы. Те, которые я вам назвал, на мой взгляд, наиболее эффективны. И на практике они доказали свою эффективность. Следующее осложнение – это оксалатные камни. То есть, это кристаллы щавелевой кислоты. Здесь достаточно интересная такая ситуация. На фоне нейтральной кислой среды образуются кристаллы щавелевой кислоты. Не выпадает в осадок, в моче. Из-за чего это обычно происходит? Происходит это по причине дисфункции печени. А в данном случае дисфункция печени связана с нервной системой. И уже исходя из своей практики, я вам скажу, там, образование кристаллов щавелевой кислоты и болезненное мочеиспускание, связанное с проходом этих кристаллов по мочеточнику, возникает всегда, я еще раз повторяю, всегда у людей с напряженной нервной системой. Напряженная нервная система вызывает дисфункции печени. И уже дисфункция печени, она вызывает образование, выпадение в осадок щавелевой кислоты. Причем обычно это люди, которые тщательно следят за своим здоровьем, которые регулярно там занимаются какими-то оздоровительными практиками. Но тем не менее, все равно у них вот такое болезненное мочеиспускание. Почему? Потому что постоянно нервничают, постоянно о чем-то тревожатся, постоянно у них присутствует внутреннее напряжение. И в данном случае для того, чтобы избавиться от оксалатов, необходимо привести нервную систему в порядок. Нужно заботиться о своей нервной системе. И тогда плюс приложить некоторые еще усилия по нормализации функций печени. А здесь, что можно допустим, какие травки использовать для нормализации функций печени. Ну это расторопша. Лучше всего, если это будет в виде муки, перемолотых семян расторопши. То есть, так продается, называется шрот расторопша. Вот его можно употреблять, в принципе, в каждый прием пищи по чайной ложке. Это такие травы, как бессмертник, это такие травы, как кукурузные рельсы, ну и так далее. В принципе, любая травка, которая имеет желтые цветочки, она вся полезна для печени. Она вся нормализует функции печени, она вся усиливает желчное отделение. Единственное, здесь нужно понимать состояние желчного пузыря. И состояние протока в печени, есть ли там камни и так далее. То есть, принимать какие-то стимулирующие желчное отделение средств. В том случае, если в желчном пузыре есть камень, и этот камень подвижный, крайне рискованно. Если в желчном пузыре камень есть, но он неподвижный, тогда можно. Это что касается оксалатных, так, в кратком обзоре. Что касается фосфатных, то здесь ситуация достаточно своеобразная. И что здесь можно предложить? Здесь показано введение достаточно большого количества витамина А. Вообще, витаминов дополнительных. Сама вот эта фосфатурия нередко сопровождается явлением вегетонервоза. То есть, опять же, напряжением нервной системы. Часто сопутствует проблему в желудочно-кишечном тракте. Лечебное питание, в данном случае, будет направлено на изменение реакции мочи в кислую сторону. То есть, необходимо здесь сделать закисление мочи. В случае с фосфатурией, необходимо ограничить таких употреблений, таких продуктов, особенности, богатых кальцием. То есть, здесь происходит выпадение соли и кальция, фосфорной кислоты в осадок из мочи. При защелачивании мочи. Добавить, вернее, исключить такие продукты, как молоко, творог, сыр, какао, яйца. И ввести в диету продукты, содержащие магний. Это отруби, миндаль, овсянка. Также способствует ограничение в рационе продуктов, богатых щелочными валентностями, овощей и фруктов. Включение продуктов, богатых кислыми радикалами. То есть, мясо, рыба, мочные изделия, крупяные блюда. То есть, здесь получается практически полная противоположность. То есть, первым, о чем мы говорили, это куриновые расстройства, когда уратрия. Полная противоположность уратрии. То есть, меньше овощей и больше каких-то мясных продуктов. Что касается вообще общих рекомендаций по состоянию почек, то здесь можно сказать следующее, что нужно делать. То есть, не переохлаждаться, стараться держать поясницу в тепле, пить достаточное количество теплой воды в течение дня, но не менее полутора литров. Регулярно принимать мочегонные настои. Избегать, по возможности, длительных нахождений в сидячем положении. Избегать задержек с мочеиспусканием. Ну, скажем так, это основные моменты, которые можно сказать по этому всего. Но, что еще можно добавить? Что саму вот эту ситуацию с реакцией мочи, науратной, оксалатной, фосфатной ситуации, можно измерять при помощи PH-тест-полосок. То есть, лакмусовая бумага. Они продаются обычно в аптеках медтехники. И как ими пользоваться? Значение PH мочи ниже 5 единиц. Говорит о ее резкой закисленности. Значение PH выше 7,5 ее резкой щелочной реакции. То есть, если мы собрали... А собирать мочу необходимо за час до или через 2 часа после еды. Обязательно. То есть, если вы хотите узнать реакцию своей мочи на PH, то необходимо либо за час до еды, либо через 2 часа после нее. Так вот, если вы измерили мочу и PH показывает 5, то это говорит о ее резкой закисленности. И, соответственно, могут возникнуть ураты. То есть, соли мочевой кислоты. Возможно, будут выпадать в осадок вашей мочи. Если у вас PH показывает свыше 7,5, то, возможно, начнут выпадать соли кальция, фосфатной кислоты в моче. Если уровень PH колеблется в пределах от 6,0 до 6,4 по утрам и 6,4-7,0 по вечерам, то организм функционирует нормально. То есть, получается, наиболее оптимальный уровень – это слегка кислый, в пределах 6,5-6,5. Здесь у слушателей может возникнуть такая ситуация, что вроде бы мы говорим о защелачивании организма, что это позитивно влияет на состояние нашего здоровья. В то же время моча у нас должна быть слегка кислой. Но здесь нет никакого противоречия. Дело в том, что моча – это продукт выделения нашего организма. И организм выделяет из нас как раз все эти кислые вещества, кислые продукты, то, что нам не нужно, то, что закисляет наш организм. И ничего здесь неправильного нет в том, что раствор, состав, в котором они выделяются, будет иметь такую же кислотность. Соответственно, к примеру, вот такое тестовое еще значение можно. Если вы утром измерили ПАЖ мочи, и она была щелочной, то за ночь ваш организм не отдохнул. То есть он не произвел какие-то восстановительные процессы в течение вашего ночного сна. Моча по утрам должна быть слабо кислой обязательно. Если она щелочная, это уже может говорить о дисфункциональности вашего организма. Ну, в целом, в общих чертах, что касается почек, как бы это все. Единственное, хотел бы еще добавить для наших слушателей то, что основной проблемой, которую вызывают почки, вернее, не так скажу, что почки сами по себе, они не могут заболеть на ровном месте. При работе животом, в правке живота, в висцеральной терапии считается, что дисфункция почек наступает только после того, как уже случается дисфункция печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, желудка, тонкого и толстого кишечника. И только после этого наступает дисфункциональное состояние почек. Поэтому, если вдруг у вас сложилось впечатление, что почки вас подводят, или вы уже ощущаете болезненные состояния, или какие-либо симптомы в организме у вас присутствуют, то имейте в виду, что с большой долей вероятности у вас есть какие-то проблемы и по кишечнику, и по печени, и по желудку. И для того, чтобы правильно и со знанием дела, главное, грамотно решать свою ситуацию по почкам, необходимо привести в порядок и желудок, и печень, и кишечник. И тогда вы уже сможете с легкостью, в принципе, решить проблему по почкам, если у вас нет дополнительных осложнений. Тут есть еще такой некоторый психологический момент. Как со стороны можно распознать по поведению человека, у которого, возможно, присутствует дисфункция почек. Обычно это люди тревожные, подверженные различным переживаниям. Люди, которые часто в своей речи используют такие слова, как «я боюсь». Многие люди начинают свои фразы с «я боюсь, что случится это», или «я боюсь, что это». То есть очень многие предложения свои начинают со слов «я боюсь». Вот к бабушке не ходи, это человек с дисфункциональными почками. То есть, если вы видите перед собой человека, наполненного страхами, человека тревожного, человека о чем-то постоянно переживающего, этот человек наверняка имеет дисфункциональные почки. Ну, в целом, в общем, наверное, по почкам все. Если есть какие-то дополнения, вопросы, пожалуйста, буду рад. Хорошо. Меня слышишь сейчас? Да, конечно, я слышу тебя, Алексей. Отлично. Тогда давай вопросы позадаем, связь не будем прерывать. Вопросы в эфир от Александра, Сиферополя. Какие есть наработки по лечению поликистоза почек? Ну, при поликистозе почек очень эффективно применять тот же самый раствор солодовниковой, о котором ты говорил. Он на практике уже установлен и доказан, и передоказан, что применение раствора солодовниковой внутривенно благотворно влияет на ход выздоровления при поликистозе. Затем второй способ, который мы здесь используем, это пиявки. Пиявки прекрасно справляются с кистами на почках. Потом, вот все эти способы, они опробованы на практике, они дают результаты. Из трав здесь наиболее эффективно будет сок корня лопуха. Выжимаем сок корня лопуха и можем принимать его по чайной ложке три раза в день в течение месяца. Потом нужно будет сделать перерыв от двух недель до месяца, и потом можно принимать его снова. Далее пчелы очень хорошо действуют при поликистозах, при кистах, в почках. В моей практике были не один такой случай, когда при постановке пчел, причем не обязательно на область почек, а при постановках пчел на весь организм, там пациент получал достаточно большое количество пчел за одну постановку, то есть 50 до 80 пчел в течение 10-15 сеансов. Но, тем не менее, потом при очередном обследовании было установлено, что кисты из почек ушли. То есть раствор солодовниковый, пиявки, пчелы, сок корня лопуха. Ну и, соответственно, ручное воздействие, ручной массаж, обдавливание почек, восстановление кровоснабжения, снятие напряжения с околоорганного пространства почки, постановки почки на место, там, где она должна стоять, нормализация функций почек, посмотреть, в каком состоянии находится вообще организм. То есть понимаете, что любая ситуация с каким-либо органом в нашем животе, это не только касается, в данном случае мы разбираем почки, это касается только почек. Нет, это касается всей системы организма. Просто этот сбой проявил себя вот таким вот образом. И необходимо восстанавливать весь организм. Необходимо работать со всем животом. И здесь, как мы уже говорили, и нужно обратить внимание и на печень, и на желчный пузырь, и на желудок, и кишечник. Далее следует обратить внимание при проблемах поликистоза на паразиты. Потому что есть цистные формы паразитов, от слова циста, то есть пузырь. Это часто цепни животных, которые попадают в наш организм, они не развиваются в полной мере, а вот образуют такие цистные формы. И прикрепляются они обычно к тем органам, где наиболее ослабленная ситуация. И вот поликистоз в почках может быть вызван тем, что вот эти паразиты своим местом обитания выбрали почки. Часто так бывает, что кисти распространяются не только в почках, но и в печени. И вот этот вот кистос, поликистоз почек, если проверить еще при нем печень, то мы можем обнаружить кисты еще и в печени. Вот, наверное, если в общих чертах, то могу дать такой ответ. А с этими кистами как быть, как от них избавиться? Ну вот, я же говорю, раствор солодовниковая, обдавливание живота, ставим пиявок, ставим пчел. А, понятно, понял. Я просто думал какое-то дополнение. Я просто думал какое-то дополнение специальное. Хорошо, в общем, получается, что универсальное средство – это не сидеть на месте, больше двигаться, первое, не жрать все подряд, второе, и постоянно заниматься своим животом. То есть постоянно проверять, нет ли там в животе напряжения какого-то в органе, нет ли болевых ощущений. Если есть, то правильно это болевое ощущение убирать, давать правильный кровоток и так далее. То есть элементарные какие-то вещи получаются. Да, у нас? Да, безусловно. И это совсем не сложно и не требует какого-то специального внимания. Ежедневно, отходя от сна или отходя ко сну, мы можем пощупать свой живот, посмотреть, где у нас болит, где не болит. Садясь за стол, часто неосознанно, многие трогают себя там за живот, проверяя там как на болезненность. И вот если обнаружили у себя где-то в животе то, что болит, слегка надавите, помассируйте легонечко, без сильного надавливания, до появления легкой, самой минимальной боли. Подержите, разомните и постепенно-постепенно вот так расслабляйте живот. Старайтесь следить, чтобы кишечник ваш не был забит. Кушайте в меру, кушайте, пусть чаще, меньше, но чаще. Необходимо употреблять пищу размером с нашу ладошку. Вот сколько у нас на ладошку помещается еды, съешьте. Ешьте причем не до ощущения сытости, а до того ощущения, когда у вас пропало чувство голода. Вот вы сели за стол, кушаете, принимаете пищу, чувство голода исчезло. Все, достаточно. Можно вставать из-за стола и оканчивать трапезу. В следующий раз приступить к ней, когда снова появится чувство голода. Алексей. Хорошо, хорошо. Вопрос следующий в эфир от Олега из Иркутска. Арира, здравия. Какие методы, лекарственные средства, народные практики посоветуешь при лечении цистита у женщин в возрасте 70 лет? Благодарю. Что касается цистита, то есть воспаления мочевого пузыря, то здесь, опять же, нужно заниматься не лечением именно самого цистита, а вот понять причину, что привело к воспалению этого мочевого пузыря. А там наверняка, и вот опять же, то, о чем я говорил, затруднение оттока мочи и вследствие этого появление какой-то патогенной флоры в мочевом пузыре, то есть появление вторичной мочи, которая не вытекла из мочевого пузыря, ну и инфицирует и сам мочевой пузырь, и наверняка там есть вирусная инфекция почек. Так вот, что можно посоветовать? Ну, здесь ситуация в том, что клапан, мочеиспускательный канал слабо открывается, не до конца открывается. Здесь ручное обдавливание области низа живота, мы посредством этого ручного обдавливания усиливаем кровоток, приток крови к мочевому пузырю, а кровь сама по себе уже лечит. Далее, путем ручного обдавливания мы снимаем напряжение с этого сфинктера, который открывает отток мочи в мочевой пузырь, и, соответственно, моча будет уже уходить. И прием соды. Прием соды и прием каких-то противовирусных средств. Но здесь нужно понимать, что противовирусные средства, я имею в виду травы, обладающие определенной долей токсичности, такие как зверобой, такие как полынь, такие как, может быть, тысячелистник. Но здесь нужно понимать, каково здоровье этой бабушки почтенной. Ну, может, извините, я прошу прощения, если я обидел человека, возможно, она еще ощущает себя девушкой. Погорячился ты, погорячился, да. Да, нужно, я приношу свои извинения, значит, нужно понять, в каком состоянии вообще организм и насколько токсичны можно принимать препараты. То есть, если состояние организма удовлетворительный, человек бодрый, жизнерадостный, подвижный, то можно, в принципе, попробовать малые дозы отвара полыни в чистом виде. Если этот человек уже склонен к тому, чтобы поболеть, полежать, меньше двигаться, здесь уже нужно эту полынь разводить водичкой, уменьшать дозу. Допустим, там столовая ложка отвара разводится стаканом воды и в таком виде употребляется. Но там уже как бы на месте должен решать специалист или вы сами, а общие вехи, общие направления, я могу сказать, это такие, что ручное обдавливание мочевого пузыря с целью улучшения кровотока, с целью открытия сфинктера для оттока мочи, употребление соды как средство оздоравливающей почки и употребление какого-то противовирусного средства в виде отвара противовирусных травок, полынь, тысячелистник и так далее. Какие еще у нас достаточное количество. Вот в целом так, могу посоветовать. В общем, все равно мы приходим, что в первую очередь необходимо восстановить кровоснабжение этих органов или частей органов. Поэтому, опять же, как ты правильно сказал, ложитесь спать, прежде чем заснуть. Ну, пощупайте свой животик, потрогайте пальчиками, понадавите, пройдитесь по всему, потрогайте. Где у вас еще напряжено, где у вас там что-то не так отзывается, где какая-то боль. И помассируйте, помассируйте. Заснули спокойненько, проснулись утречком, опять пощупали, о, вот тут что-то понадавили. Гимнастику такую сделали лежа, потом стали разомялись и вперед в бой. И все хорошо, замечательно. Следующий вопрос в эфир от Баяна. Если у человека удален аппендикс, он пишет аппендицит. Аппендицит – это уже операция по удалению аппендикса. Так вот, если удален аппендикс, необходимо ли принимать или не принимать определенный вид пищи? Как восстановить полезную микрофлору в кишечнике, чтобы получалась естественная эдификация, не используя разные слабительные средства? Благодарю за ответ. Вопрос понятен, благодарю за вопрос. Здесь сразу несколько аспектов в этом вопросе. Значит, если у человека удален аппендицит, то в любом случае у него уже хуже перевариваются овощи и фрукты. И в этом случае они могут вызывать газообразование. Как лучше поступить? Лучше принимать овощи после какой-то кратковременной термической обработки. Пусть минутку-две что-то там проварим, протушим, пропарим эти овощи, но желательно не в сыром виде. У человека, у которого удален аппендицит, овощи, фрукты лучше после термической обработки. Вернее, овощи после термической обработки, а фрукты очень часто пучат от яблок. Поэтому яблоки желательно таким людям принимать в запеченном виде. Или же, если, допустим, от определенного сорта яблок вас не пучат, у вас не происходит там повышенного газообразования, ну или вообще газообразования, то кушайте эти яблоки. Если же эти яблоки, эти овощи и вообще эта пища у вас вызывает газообразование, ее нужно исключить, чем-то заменить. Газообразование для нашего организма не является естественным процессом, не является полезным процессом. Газы, кишечно образующиеся в нашем организме, являются отравляющими веществами для нас. И пузырь кишечных газов, он уничтожает весь суточный запас витамина В. Поэтому имейте в виду, эти В-витаминозы не могут быть связаны еще с повышенным газообразованием. Если присутствует повышенное газообразование, если у вас удален аппендицит, принимайте овощи в вареном виде, после 1-2 минут термической обработки. И дифференцируйте пищу, принимайте ту, от которой вас не пучат. Далее. Как восстановить полезную микрофлору в кишечнике, чтобы получалась естественная диффикация? Здесь вопрос достаточно интересный. Спасибо, что его задали. Потому что на самом деле полезная микрофлора кишечника и естественная диффикация, это вещи, можно сказать, с точки зрения работы с животом, никак между собой не связаны. Вторая часть вопроса. Как восстановить полезную микрофлору в кишечнике, чтобы получалась естественная диффикация, не используя разные слабительные средства? Но восстановление микрофлоры в кишечнике лучше всего начинать уже после его промывания содой. То есть мы делаем промывание соды содовым раствором, 10 процедур через день. Сначала водой, потом содовым раствором слабым, потом опять водой. Более подробный рецепт, в принципе, он есть и в предыдущих наших эфирах, и где-то в литературе. Но, в принципе, я могу его напомнить. Значит, мы первый раз промываем водой комнатной температуры, слегка подсоленной, 1 чайная ложка на литр воды. 1 чайная ложка морской или каменной соли на литр воды. Промываем кишечник, вводим и сразу выводим жидкость. Далее мы вводим содовый раствор, концентрации которого имеет он 1 столовая ложка соды без горки на 800 мл. Жидкости. Общий объем соды для взрослого человека равняется 1,5-2 литра. Мы вводим, температура подобного раствора должна быть 38-42 градуса, а, забыл упомянуть, температуру воды подсоленной должна быть 20-22 градуса. То есть, вода комнатной температуры, содовый раствор теплый. Вводим его и держим его до получаса, кто сколько сможет. Обычно полчаса редко у кого получается, там от 5 до 15 минут. Редко у кого более 15 минут. В общем, держим до получаса. Затем выпускаем и после этого промываем снова, как в пункте 1, водой подсоленной при комнатной температуре. Вот таких процедур желательно сделать 10 через раз. Что является критерием эффективности этого промывания? Это наличие выхода при промываниях слизи, наличие выхода каких-то белых консистенций, похожих на грибы. И, возможно, будут выходить какие-то гельминты. Делаем 10 таких процедур. После этого мы начинаем принимать источники бифиды, лактобактерии, пробиотики. Я рекомендовал бы принимать на Рене. На Рене можно употреблять какие-то кисломолочные средства. Качественные. Причем кисломолочные не должны быть сладкие в этом случае. Без добавления каких-то подсластителей, фруктов, там еще что-то подобное. Вот таким образом мы восстанавливаем полезную микрофлору кишечника. Но восстановление полезной микрофлоры кишечника, оно в принципе не связано с актом дефекации. Естественная акт дефекации связана с перистальтикой кишечника, с оттоком желчи, из желчного пузыря. Естественным образом дефекация должна происходить в течение часа после пробуждения. Если человек не сходил в туалет в течение часа после пробуждения, у него есть уже некоторая дисфункция организма в этом отношении. Нужно работать над этим. Так вот, утром мы просыпаемся и должны сходить в туалет. Если не сходили, то нужно обратить внимание на работу желчного пузыря, на работу печени, на работу кишечника. Чем мы можем стимулировать лучшую работу желчного пузыря по желчеотделению? Здесь мы можем принимать соду по утрам. То есть мы просыпаемся и выпиваем стакан горячего содового раствора. Здесь концентрация соды должна быть от 1,5 чайной ложки соды до целой чайной ложки соды без горки на стакан горячей воды. Но более подробно готовить ее нужно таким образом. То есть мы насыпаем в стакан соду и затем разбавляем ее 100 мл горячей воды. Сода шипит, пенится и затем мы добавляем еще воды по вкусу. То есть если человек любит горячую воду пить, добавляет горячую. Если любит прохладнее, добавляет какую-то теплую. Но начинающим я бы рекомендовал употреблять не более половины чайной ложки соды. В остальном мера той соды, которую вы можете употреблять, является ваш вкус. Если содовый раствор, который у вас получился, вам не нравится по вкусу, уменьшайте количество соды. Если вы не чувствуете вкуса соды в содовом растворе, когда его пьете, то количество соды можно увеличить. До ощущения приятного напитка. Но ни в коем случае не больше чайной ложки соды. И при этом напоминаю, что сода должна быть без горки. И употребление соды по утрам, оно стимулирует и отток желчи, оно стимулирует и утреннюю дефекацию. В данном случае еще необходимо стимулировать перистальтику кишечника. Перистальтика кишечника стимулируется путем раздражения стенок тонкого кишечника. Это достигается за счет употребления каких-либо других, каких-либо таких твердых кусочков пищи, которые при движении по кишечнику раздражают его и тем самым стимулируют его сокращение. И вот сочетая в совокупности все то, о чем я сказал, можно добиться естественной дефекации по утрам, не используя слабительные средства. Но при этом есть достаточно такой эффективный и действенный состав, который можно принимать и в течение месяца принимать, причем не более. И он будет стимулировать восстановление этой функции организма. Состав это значит следующий. Мы берем 100 грамм инжира, сухофрукта, мы берем 100 грамм чернослива, все это перемалываем, измельчаем. Добавляем к этой измельченной массе 100 миллилитров оливкового масла, добавляем 100 грамм меда и добавляем 50 грамм травы сены. Сено как раз таки и будет выполнять функции легкого слабительного, которое в данном случае необходимо. Потому что может так случиться, что вы сразу путем употребления сода по утрам с первого же раза не сможете сразу тут же бежать в туалет, все нормально. А вот употребление подобной смеси по вечерам, буквально прямо перед сном, по чайной ложке для взрослого человека и по пол чайной ложки для ребенка, будет стимулировать очень мягкое, легкое, утреннее, скажем, утреннее акт дефекации. Легкая форма, без каких-либо проблем, всего подобного. Но здесь еще необходимо отметить, что для лучшей дефекации необходимо, чтобы человек, организм, вернее, организм человека получал достаточное количество жидкости, воды в пищу. Потому что если организм не будет дополучать жидкости, то наши, скажем так, фекалии будут плотной, твердой консистенцией из-за нехватки жидкости. И тем самым могут вызывать тоже затруднения дефекации. Поэтому имейте это тоже в виду. В принципе, наверное, ответил. Да, давай уточним, если это возможно. Первое, значит, по поводу предыдущего твоего ответа. Ты сказал, что через раз, а здесь Данил пишет, скорее всего, клизмы делать не через раз, а через сутки. Да-да-да, вот это я имел в виду. Через сутки, действительно. Хорошо. И дальше вот по этому рецепту. Давай 100 грамм инжира, сухофруктов, 100 грамм чернослива. Перемалываем это все дело. Потом 100 грамм меда, 100 грамм масла растительного. Да? Да. Ну, лучше оливкового. Оливкового. Оливкового, которое работает эффективнее. Причем в зеленых баночках, вот если в красных, это для жарки, а в зеленых металлических баночках, вот это то, которое нам нужно. Угу. Так, и 50 грамм сена ты сказал. Что это такое, уточнили наших радиослушателей? Сена, это травка. Сена, так называется травка, она является легким слабительным. И когда мы на этот состав перемешиваем сено немножко, то потом принимая по чайной ложечке этого состава, мы принимаем в себя слабую дозу этого слабительного. И в сочетании с инжиром, в сочетании с черносливом, с медом и с оливковым маслом, это дает работоспособный кишечник, который каждое утро будет опорожняться. И пьем весь день воду, да, не забываем про воду, по стакану через какое-то там время желательно, да, чтобы у нас работал нормально весь организм. И вечером берем по одной чайной ложечке этого перемешанного состава, принимаем, проминаем себе желудочек, проминаем себе животик и спокойненько засыпаем. Утром встали и с веселым настроением идем к нашему белоснежному другу, здороваемся с ним и радуемся жизни, правильно? Ну, в целом, да. В целом, да. Хорошо, давай переходим к следующему вопросу от Ёлки. Вопрос в студию. Постоянные отеки рук и лица. Чтобы снять отек, приходится полностью отказываться от легких углеводов, картошки, хлеба, сладости, сахара, одним словом, всего. Даже исключение соли не помогают. Сейчас ем одни фрукты и овощи, на все остальное страшные отеки. Ну, отеки это понятно. А давай спросим, а много чистой воды Ёлка пьет? Просто чистой воды, теплой чистой воды. Вот как часто пьет? Ну, да, это целесообразный вопрос. Еще раз, забрать сам вопрос. Чтобы снять отек, приходится полностью отказаться от легких углеводов. Вот тут намеряется в виду, наверное, не легкие, а быстрые углеводы. Да, похоже, вот именно такие рафинированные, то что называется. То есть, картошка, ну, скажем так, картошка вообще человеку не полезна, так что не расстраивайтесь, что вы отказываетесь от картошки, хлеба и сладости и сахара. Вот, одним словом, от всего. Но тут еще нужно добавить от всего вредного. То, что вы перечислили, это есть человеку вообще нельзя. Картошку можно, но в единственном виде, если вы ее сварили в мундире. Или в сыром. Или в сыром тоже полезно бывает, кусочек небольшой. Да, или в сыром. Вот. А все остальное, вот эта вот жареная, пареная картошка, хлеб, сладости, сахар, это человеку не полезно. И на самом деле очень хорошо, что вы от этого отказали. И это не то, что лечебный эффект от этого будет. А от этого будет эффект минимум. То есть, организм выйдет на уровень, когда он просто не получает вредных веществ. И далее, если разбирать ваш вопрос, нужно опять же обратиться к почкам. Потому что отеки, которые возникают у вас на лице и на руках, ну, во-первых, отек лица чаще всего это связано с сердечной деятельностью. Нужно обратить внимание на сердце. Но опять же, как я раньше говорил, что и состояние сердца зависит тоже от почек. То есть, прежде всего, обратите внимание на свои почки. А потом вы говорите, пишите дальше, сейчас съем одни овощи и фрукты, а на все остальное страшные отеки. Ну, иногда так бывает, что употребление одних овощей и фруктов тоже не очень полезно. Может возникнуть и такая вещь, вот как осаждение солей и кальция, фосфорной кислоты. Поэтому, дальше пишите, на все остальное страшные отеки. Если вы все остальное имеете в виду картошку, хлеб, сладости и сахар, то и слава Богу, попробуйте есть другую пищу. Попробуйте употреблять в рацион достаточно большое количество петрушки. Петрушка улучшает отделение выведения жидкости из организма. Уменьшите до минимума употребления соли, потому что нужно помнить, что один грамм соли задерживает в организме порядка 100 миллилитров воды. То есть, снизите до минимума употребления соли, увеличьте употребление зелени, принимайте большое количество петрушки. Обратите внимание на почки, обратите внимание на состояние печени, а именно на области порта печени, то есть, на область полой вены. Потому что, если в этой области печени проблемы, если полая вена напряжена, то как раз-таки эта жидкость, плазма, жидкостные среды крови, они могут просачиваться через уплотненный сосуд, и возникать такие отеки. Плюс, здесь необходимо обратить внимание при отеках рук на состояние лимфатических каналов, на состояние лимфатических узлов, на движение лимфы. Я бы вам рекомендовал, очень даже рекомендовал, прекратить носить бюстгальтер, потому что бюстгальтер передавливает наше, вернее, не наше тело женщины пополам, и затрудняет лимфоток, затрудняет периферическое кровоснабжение. Отеки также могут возникать вследствие того, что лимфа находится в состоянии, так называемом, гель. То есть, уплотнена. И когда лимфа уплотнена, она не может полноценно двигаться, не может быть полноценного лимфотока и выведения жидкости. Поэтому необходимо употреблять как можно больше теплой воды. Не просто воды, питья, чая, супа, компота, чего угодно, а именно теплой воды, как можно больше. Вот это как бы программа минимум, которую вам необходимо выполнить. И обратить внимание на почки, возможно, пройти какое-то обследование, чтобы вас посмотрел специалист, мануальный терапевт, висцеральный терапевт, специалист по латке без живота, кто-нибудь посмотрел, что у вас с почками, что у вас с животом. И так вот нужно потихонечку начинать движение в этом направлении. Елка уточнила в чате, что пьет полтора литра воды. Но еще интересен вопрос, какой воды холодной, теплой, и какой pH этой воды. Откуда эта вода, что там у нее может быть заминерализировано, в общем-то пить вредно. И в почках нашли, в УЗИ когда делали, нашли песок. Ну, песок, он бывает трех видов, как мы вначале говорили. Песок бывает трех видов. Необходимо установить, какого вида песок. Вот с утра сходить в туалет и отнести эту мочу на анализы, чтобы выяснили, какого вида песок. И полтора литра она написала, что она пьет, но она не написала, сколько она весит, потому что количество выпиваемой жидкости зависит от объема массы тела человека. Так вот, пусть она напишет, сколько она весит. Мы тогда более точно сможем понять, достаточно она воды пьет или нет. В общем, загрузили человека. Давай к следующим вопросам переходим пока. Вопрос от Ольги из Ялты. Можно ли использовать сухое голодание для лечения заболевания почек? Ну, сухое голодание у нас не бывает длительного. Раз. Во-вторых, я выражу свою личную позицию, если скажу, что я в целом не приветствую сухое голодание, потому что, ну, все равно достаточное количество жидкости, на мой взгляд, должно поступать в организм человека. Вот. Если в организме избыточное количество жидкости, допустим, большое количество межклеточной жидкости, там, внутриклеточная, там, очень большое количество крови, там, ну и так далее. В этом случае еще может быть, можно попробовать использовать сухое голодание. Но если у человека такое количество названной жидкости минимально, то использование сухого голодания для него будет вредно. На мой взгляд. Есть такой анализ, называется биоимпедансная диагностика. И в данном случае, возможно, перед тем, как идти на сухое голодание, было бы целесообразно посидеть специалиста по биоимпедансной диагностике, чтобы он продиагностировал состав тела человека и вынес вам свое заключение. Насколько это вам полезно, целесообразно и не опасно ли это для вашего здоровья. Но в любом случае, человеческому организму необходимо определенное количество жидкости ежедневно для того, чтобы осуществлялись биологически активные процессы в его организме. Обменные процессы. Если организм недополучает жидкости, то, соответственно, может замедлиться ход этих обменных процессов, может замедлиться выведение отравляющих токсических вещей из организма и так далее. Здесь еще при сухом голодании важно помнить о том, что необходимо все-таки промывать кишечник. Потому что голодание голоданием, а процессы, происходящие в организме, никто не отменял. И лимфатическая система все равно будет выводить на слизистую через открытые лимфатические каналы токсины, которые в ней находятся. И если никак это не выводить, не смывать, а обычно это смывается, то будет обратное всасывание этих токсинов. И от такого голодания пользы точно не будет. Здесь надо отметить, что некоторые вещи, они могут быть как полезные, так и вредные. Например, когда я говорил про соль, что надо исключить. Вот бывает соль, когда она вредна, а бывает, когда она лечения. Поэтому есть даже целое направление, где при помощи соли исцеляют. Но это надо понимать, что это не означает, что надо прям ложками, горстями соль себе в рот засовывать. Для всего необходимо свое количество и в нужное время. Поэтому как и соль необходима человеку, поскольку внутри нас соль находится, и без нее наш организм не может действовать, так и излишек соль. Это тоже не очень хорошо. Поэтому вот все должно быть в свое время, вовремя. Это первое. Второе. Сухое голодание. Ведь тоже необходима подготовка к этому сухому голоданию. Если себя сначала не прочистить, не прочистить свой кишечник, и потом не очищать во время сухого голодания, то в этом случае вы будете получать вред. Потому что некоторые говорят, ну а что там, я погодаю, и вот просто садится, и все, у него полный, прошу прощения, там все забито, а он пытается себя лечить. А куда лечить-то, куда выходить? И поэтому организм при голодании, что он начинает делать? Он начинает из этого набитого, уже переработанного, что-то выбирать, пытаться. И в этом случае все это идет внутрь вас. То есть ничем никакого не происходит эффекта. Поэтому для начала должны очистить кишечник полностью, и после этого уже правильно входить в сухое голодание, и правильно выходить из сухого голодания. Эти моменты очень многие упускают, и потом начинают говорить, ой, какие проблемы у нас возникают. Так что все должно быть правильно подготовлено, правильно проведено. А не просто где-то услышали, и начинаете себя что-то засовывать, или там, наоборот, что-то из себя доставать. Давай дальше посмотрим, какие вопросы у нас возникали. Еще Евгений Николаевич, а вот, кстати, от елки ответ здесь. Весит 66 килограмм, рост 162, вода бутилизированная, холодная. Большое спасибо за внимание. Ну, при весе 166 килограмм полезно было бы выпивать от литра 800 до 2 литров теплой воды. Бутилизированная вода, мы замеряли, имеет ПАЖ, но близкий к нейтральному. Холодная, когда вода имеет холодную температуру, ее ПАЖ смещается в сторону кислотности. Поэтому, желательно, пусть даже если вода бутилизированная, подогревайте ее. Причем, подогревайте не в кулере, подогревайте не в кулере, а в чайничке, может, где-то. И причем, единожды, дважды кипяченую воду пить нельзя, потому что она становится тяжелой. Только единожды подогреваете, там, вскипятили, и в течение какого-то времени выпиваете эту теплую воду. Можно даже не искипятить ее, просто подогревать. Температура там 40-45 градусов. В таком виде она будет гораздо более полезна. Плюс, имейте в виду, что есть еще такая штука, ОВП воды, то есть, окислительно-восстановительный потенциал жидкости. То есть, заряд самой воды. И здесь, тем полезнее будет, чем больше отрицательный заряд будет у воды. Есть специальные приборчики, которые помогают делать заряженную воду. Вот вам, вероятно, было бы полезно использовать такой приборчик для приготовления воды с высоким отрицательным окислительным-восстановительным потенциалом. По поводу, вот ты говорил, что вредно кипятить воду дважды. Вообще, воду лучше не кипятить, если на то нет необходимости. Потому что кипяченая вода в природе крайне редко нас встречается. И там, где кипит вода, там человек редко находится. Да и вообще животные редко находятся у кипящей воды. За малым исключением. Поэтому здесь, наверное, надо понимать, что лучше всего воду чуть-чуть подогревать и сразу же ее употреблять. Не так, чтобы она подогрета, нагревалась, стыла, нагревалась, стыла. И вот, к примеру, что мы сделали? Купили чайничек, у которого есть нагрев температуры от 20 с небольшим до 100 градусов. Мы просто ставим, например, 40 градусов. Включили, налили две кружечки воды, включили, подогрелся, подошли, выпили две кружечки воды. Все. Если нужно заварить, то поставили на 95, грубо говоря. Он до белого ключа доходит. Сняли и наливаем. Если такого чайничка под рукой нет, то тогда просто следим за тем, как она начинает. В зависимости мелкие пузырьки, более крупные, белые ключи, или там уже вообще бурлит по полной. Это более правильный подход. А не так, что включили чайник и забыли про него, он там кипит. Так, дальше. Да, ну и про теплую, холодную воду. Очень правильно ты сказал, потому что многие просто начинают пить, а потом что-то говорят, у меня голова болит, еще там что-то, и желудок начинает не так все вести. Ну, холодную воду сейчас залей, что вы хотите. Так, дальше. Вопрос от Евгения Николаевича. А почему при удалении аппендикса овощи плохо усваиваются? Какая здесь связь? Дело в том, что аппендикс вырабатывает, вернее, не вырабатывает, ну, и можно сказать, и вырабатывает ферменты, полезные для переваривания овощей. И при отсутствии в организме этих ферментов, то у нас овощи плохо перевариваются. И возникают такие ситуации с газообразованием, ну, и так далее. И вот взаимосвязь такая. В этом черевидном отростке происходит выработка ферментов, необходимых для переваривания овощей, клетчатки. Вот такая связь, собственно говоря. Да, а вырабатываются они не просто так, там находятся определенные виды полезные бактерии, которые, в общем, там и живут. И когда удаляется вот этот отросточек, то бактериям, ну, в общем-то, ну, где там зацепиться? Они по всему разбрасываются к кишечнику, и, ну, тяжеловаты им. А так они сядут в своем закуточке, там вырабатываются, поступают к вам вместе с ферментами, с всеми другими пирогами, и все здорово, замечательно. И, кстати, аппендикс, указатель на то человеку, что все-таки, если у аппендикса человека есть, то это говорит о том, что человек все-таки приспособлен для поедания большого количества овощей, если он нормально работает, нормально функционирует, как один из вариантов. То есть не мясо в первую очередь, а именно вот овощи. Дальше давай посмотрим. Интересный вопрос от Игоря. Влияет ли кашель на состояние почек, наоборот, дисфункция почек на появление кашель? Благодарю за ответ. Спасибо за вопрос, интересный. На самом деле влияет. Может быть, как бы не парадоксально это звучало, но влияет. И влияет, опосредованно влияет, в целом, на мой взгляд, через кишечник. Ну, не то, что на мой взгляд. Висцеральная терапия, вот в работе с животом, мы имеем такую висцеральную взаимосвязь между тонким кишечником и легкими. А на состояние почек влияет состояние тонкого кишечника. Потому что, если там есть паразиты, если там есть залежалая пища какая-то, то, соответственно, уже будет интоксикация почек. Человек начнет уже после этого, при неудовлетворительном состоянии кишечника, он начнет кашлять. Но здесь еще есть второй канал связи, скажем так. Правая почка отвечает за состояние, газового обмена в организме. И если считается, опять же, висцеральной терапии, что если правая почка дисфункциональна, опущена, напряжена, то состояние легких, это может отразиться и на состояние легких. Плюс кашель может вызываться, вернее, ну не то, что вызываться, здесь может быть ситуация и по бронхам. Поэтому обратить внимание можно на правую почку и на тонкий кишечник при кашле. Где-то в одном из этих мест вы найдете корень решения этой проблемы. Следующий вопрос от Ркунинона. Как долго и как часто можно принимать раствор пищевой соды? Ежедневно по утрам в течение месяца это много? Прерыв в приеме нужен? Содовый раствор в питьевой форме можно по утрам принимать в течение всей жизни без перерыва. Единственное, наблюдая за своими ощущениями от приема, иногда где-то нужно снизить дозу соды, иногда где-то целесообразно увеличить количество соды, наблюдать за этим. А так соду можно принимать ежедневно, я принимаю ее уже долгие годы, и со мной все нормально. Жив здоров с моей пищеварительной системой тоже. И не только с моей. Есть люди, которые уже десятилетиями, двумя десятилетиями более принимают соду по утрам, и слава Богу, с ними все хорошо. Но вообще хороший показатель, когда человек вообще ничего не употребляет, ни соду, ни каких других, и при этом жив, здоров и не вреди, мальчик Васе Бородин, и у него ничего не болит, не пучит, и счастлив, и, как говорится, живет до самой смерти. Давай дальше. На самом деле, смотри, к твоей присказке. Если человек будет проминать себе живот, снимать болезненные живота, если у человека будет безболезненный, мягкий живот, ему не нужно будет ничего принимать, ничего пить. Будет настоящий Вася Бородин, как ты сказал. Хорошо. Дальше. Вопрос в эфир от Ярогора. Расскажи, какую воду пить и как ее готовить? Ведь известно, что питьевую воду у нас фторируют, в отличие от десятков стран, где фторирование признано вредным. Ты знаешь, вот расскажи, какую воду пить. Я стараюсь пить воду... Ну, я такая... Маленький такой секрет, собственно. Я обрабатываю ее КФСом. То есть, это корректор функционального состояния Кольцова. Кажется, да. Он заряжает определенным образом воду. Потом можно в воду добавлять немножко живой и мертвой воды. Но я стараюсь добавлять живой воды. Или в течение суток выпивая стакан живой воды. Какую воду пить? Ну, в любом случае, желательно теплую. Желательно, как можно более чистую. И что касается фторирования, то я использую бытовой фильтр. Ну, для... Там, осматический. То есть, вода проходит процесс обратного осмоса. Потом я ее обрабатываю. Там на графине с питьевой водой лежит этот корректор функционального состояния. Ну, и плюс я туда капаю, добавляю. Либо отдельно запиваю как-то еще живой водой. Ну, естественно, пью это в теплом виде. Вот. Таким образом, я могу на собственном примере посоветовать, как пить, какую воду пить. Какой ты молодец, оказывается. Настоящий доктор. Давай дальше. Обрыв связи. Итак, продолжаем разговор. Связь установлена. На чем-то мы там интересном остановились. Давай вспомним. На вопросе от Елены. Теперь будут найти этот вопрос, потому что все у меня уже убежало. Значит, я могу его зачитать. Да, давай. А то у меня уже все перескочило. Он звучал так. Здравия Рерат. Какие очистительные методики организма возможно применять при грудном вскармливании? Прошу прощения за вопрос, не по заявленной теме эфира. Благодарю за ответ. Но, очень внимательно нужно подходить. Потому что все мы понимаем, что ребенок получает то же самое, что и получает мама. Соду можно употреблять. Употребление соды питьевой по утрам в качестве очистительной методики, пожалуйста. Ну, а дальше необходимо понять, присутствует ли уровень интоксикации в организме. И насколько резко он выражен. Если интоксикация сильно выражена, то какие-то там химические средства, химические слабительные, даже травяные слабительные принимать не стоит. Потому что, ну, можно усугубить весь этот процесс. И потом, помните, если мы вызываем слабительные у мамы, то, в принципе, можем вызвать послабление и у ребенка. Ну, в принципе, у него там особого, конечно, послабления не будет. Но все равно он выделяет в околоплодные воды процессы своей жизнедеятельности. На мой взгляд, лучше ограничиться содой. Можно делать какие-то промывания кишечника. Те же самые содовые промывания кишечника. Но без дополнительной информации не употреблять химические слабительные, не употреблять фитослабительные. Потому что они могут быть токсичны для ребенка. А использование соды для очищения вполне возможно. Ну что ж, хорошо ответил. И давайте тогда уже в заключение последний вопрос зачитаю от Владимира Змитича. Прошу прощения за дурацкий вопрос. Расскажите, пожалуйста, влияет ли на состояние почек брючной ремень? Как правильно выбрать величину натяжения ремня? Ну, как таковой брючной ремень непосредственно на состояние почек, я думаю, не влияет. Но в целом нехорошо для нашего организма, когда тело что-либо передавливает. Если тело что-либо грубо врезается. Как это определить? Ну, часто так бывает, что сняв какую-то одежду, носки или пояс, мы обнаруживаем на теле рельефный след от этого. Вот этого быть не должно. То есть ремень должен мягко облегать туловище, но и не более. Плюс нужно помнить, что брюки у мужчины в целом должны держаться не за счет ремня, а вот на неком подобии талии или хотя бы на области костей таза. То есть вот за счет этого. Не таким образом, чтобы стягивать себя ремнем, чтобы брюки не упали. Если тут уже вопрос о том, что живот и живот мешает брюкам держаться нормально, они спадают. То здесь прежде всего нужно заниматься животом, а не ремнем. А в каком состоянии влияет? Ну, если, допустим, ремень надет на поясничной области и передавливает наш организм там, то, соответственно, мы передавливаем в некоторой сфере периферическое кровоснабжение и лимфоток. Ну, это, скажем так, был такой ученый Киблер. И он изучал движение лимфы и установил, что если в проекции органа какого-либо лимфа уплотнена, то в этом органе может быть проблема. И здесь, если мы, нося ремень, уплотняем, скажем так, вернее затрудняем лимфоток в области почек, то, соответственно, мы можем вызвать какие-то застойные явления в околопочном пространстве. Это будет не быстро, это будет не критично, но, тем не менее, мы будем способствовать тому, что будут возникать застойные явления в области почек. Поэтому в данном случае ремень старайтесь носить так, чтобы он не сильно нас облегал, и чтобы брюки держались на талии, на костях таза как-то так. Здесь, наверное, стоит от себя дополнить, что самая неприятная болезнь по всему тому, что мы говорили сегодня в эфире, это зеркальная болезнь. Кто не знает, даю описание, что такое зеркальная болезнь. Если мужчина опускает голову вниз, и все, что ниже живота, скрыто животом, то это как раз и есть зеркальная болезнь, потому что ему приходится для того, чтобы унизить все, что ниже живота, приходится подходить в зеркало и смотреть. Это тот же самый принцип, что про арбузик, когда говорят, когда брюшко увеличивается, а кончик сохнет. Так вот, для того, чтобы не болеть, вы должны зеркальной болезнью и арбузной болезнью не страдать. Это первое то, что вы должны понимать. И тогда многие болезни уходят сами собой, и многие проблемы исключаются из жизни вашей. Вот об этом помните. Хорошо, давай, наверное, уже подводить итог сегодняшней нашей беседы, потому что много вопросов мы подняли сегодня, и на многое ответили. Давай, конечно. Ну, давай, наверное, пожелаем, подведем так к конву, что не нужно делать для того, чтобы оставаться здоровью, и что нужно делать для того, чтобы оставаться здоровью, и чтобы почки у нас были нормальные. Буквально так вот, несколько цитат, подведя итог к сегодняшнему нашему выступлению. Для того, чтобы иметь здоровые почки, для того, чтобы иметь достаточное количество жизненной энергии Для жизни Тавтология такая своеобразная Необходимо прежде всего Пить тёплую воду в достаточном количестве Как определить достаточное количество Тёплой воды Берём наш вес тела, умножаем на 3 Получаем примерный объём жидкости Весим мы 60 кг Умножаем на 3, получаем 180 То есть порядка литр 800 Тёплой воды нам нужно пить Именно тёплой, никакой угодно тёплой воды Далее Необходимо держать почки в тепле Потому что переохлаждение почек Ведёт к напряжению К сжатию почки и соответственно Получаем дисфункциональное состояние Постараться ограничить Возможную травматизацию почек Постараться употреблять Как можно больше зелени В пищу Разумно употреблять количество мяса Не переусердствовать с этим Ну это скажем так Общие профилактические советы По поддержанию почек в нормальном состоянии А так Что бы я хотел пожелать В завершении эфира Самое важное Так это Будьте бодры духом своим Веселы и радостны И если вы будете пребывать В таком состоянии Без перерывов Без промежутков Всё время То никакие болезни Никакие хвори Не возьмут вас А будут обходить За три версты стороной Поэтому Учитывайте то Что наше внутреннее состояние Влияет на внешнее И внешнее влияет на внутреннее Это дорога с двусторонним движением И даже имея Какое-либо дисфункциональное состояние В нашем организме Ежели мы Разумом своим Что-либо воспримем И будем применять это В повседневной жизни Я имею в виду Что-либо доброе То есть Свет Скажем так Истины Да И радость Дарованная нам богами То И жизнь наша Укладываться будет В добром направлении Поэтому Будьте веселы Радостны Оптимистичны И все хвори будут проходить стороной Благодарю тебя За столь хорошее пожелание От себя добавлю Что существует такая поговорка В здоровом теле Здоровый дух И она существует Не просто так Не означает Что в здоровом теле Обязательно будет здоровый дух Нет Просто это говорит о том Что надо Чтобы было в здоровом теле Здоровый дух То есть они вместе соединенные Очень многие люди Пытаются что-либо осознать Но при этом Забывают про свое здоровье Так вот Необходимо понять Что больной человек Он крайне редко Кому-то может чем-то помочь Если вы хотите Кого-то Вытащить Из какой-то Грязи То в этом случае Вы должны обладать Необходимым количеством сил Для того Чтобы это сделать Если вы хотите Быть хозяином На своей земле Вы должны быть здоровым Хозяином На своей земле Поэтому нужно Помнить про свою землю Нужно помнить Про своих родичей Нужно помнить Про свой долг Но при этом Необходимо еще И помнить о себе Долг перед собой Это содержать свое тело В чистоте В бодрости И в здоровье Если вы Не являетесь Хозяином В своем теле То есть Вы не хозяин Своего тела То в этом случае Как вы сможете Быть хозяином На своей земле А хозяин Это тот Который понимает Что, где, как И зачем Как функционирует От чего Какие-то происходят Проблемы И как эти проблемы Устранять Они бегают Постоянно К чужим дядям Для того Чтобы они ему То капельницу сделали То пинка дали Под зад То таблетку какую-то Потому что Как выясняется Большинство Самих врачей Обращают внимание На то Что когда Их же врачи Начинают лечить Их же коллеги Врачи начинают лечить То у них Проблемы почему-то Не заканчиваются А усиливаются Вот Будьте хозяевами Как на своей земле Хозяевами Как своего слова Так и хозяин Своего тела Если вы это все Соедините вместе Если вы это все Поймете То в этом случае Будет вам счастье Будет у вас Все замечательно Вот С такими простыми Пожеланиями Я к вам обращаюсь А если вы теперь Все вспомните О чем мы говорили То как раз Вы будете Хозяином Своего тела Напомню Что сегодня У нас 12 день месяца Вьюг и стужа 7524 лет И пятница По одному из старинных календарей По одному из современных 2 февраля 2016 года Вторник Мы говорили Про дисфункцию почек Признаки и способы Здоровления Главный соведущий Был Захар Белинский Ари Рат На осень Я с вами прощаюсь Желаем всего самого-самого доброго До новых встреч Услышимся Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok